Фестиваль «Зимние ломы» в этом году провести не удалось. Однако, как только ограничения, связанные с пандемией, сняли, заинтересованные люди занялись возрождением фестиваля. Региональное отделение Российского географического общества и губернатор Сергей Морозов поддержали это начинание. Мы соскучились. Мы даже как-то, может быть, в какой-то степени не так вот рождали, как в предыдущие годы, 10 дней от пандемии. И только после этого мы поняли, насколько важно разговаривать друг с другом, служить друг другу, общаться с друг другом. Этот концертный сезон ульяновские барды посвятили 45-летию своего клуба. В отличие от многих сообществ, здесь к уходу в онлайн относятся осторожно. Бардовские концерты и фестивали – это прежде всего общение. Этот жанр возник во второй половине 20-го века на советских кухнях и в походах. Этот дух любителей метры не хотят утратить. Я онлайн истории не в обиду сказать тем, кто это делал, потому что это выбор каждого. Я считаю, что концерт – это в первую очередь контакт. Артисты и зрители я ни разу не выходила онлайн. Я делала, правда, записи для таких концертов, которые шли, записи делала, но в онлайн ни разу не выходила. В общем, пока не собираюсь. Ульяновский клуб авторской песни давно известен за пределами Ульяновской области. Поэтому в гости к нашим любителям гитар и костров приехали исполнители из других городов России. Андрей Козловский из Москвы. Всенародно любимый бард, чья ироничная философия жизни стала известна далеко за пределами круга авторской песни. Группа «Белая гвардия» – явление уникальное в современной русской музыке. У каждого исполнителя свое видение жанра, отношение к музыке и методы работы на сцене. Обычно непременным атрибутом большинства подобных мероприятий выступает природа. По мнению артистов, разницы между лесом и концертным залом почти нет. На самом деле ничего не потеряли. По большому счету это один и тот же фестиваль, один и тот же контингент. Просто в лесу как-то попроще. Авторская песня, вот такая самобытная, она тоже никуда не делась. Все соседствует и изменяется, и просто приобретает все новые формы. Авторская песня так же популярна, как и 60 лет назад. Один из самых больших концертных залов Ульяновской области забит на положенные по условиям Роспотребнадзора 75%. Желающих послушать и посмотреть гораздо больше. И это не первый концерт. Один уже состоялся в Заволжском районе, в отчине Александра Додосова, известного автора-исполнителя и педагога, воспитавшего не одно поколение самодеятельных музыкантов. Летние ламы проходят в августе. В этом году фестиваль обязательно состоится. Однако и такая форма проведения мероприятия вполне устраивает организаторов и зрителей. Сейчас весна, обновление природы, погоды. Наконец-то есть послабление в некоторых ограничительных мерах. И мы решили не ждать. Мы решили начать 45-й юбилейный концертный сезон клуба авторской песни. Мы решили начать фестиваль ламы. В этом году ему 20 лет возрожденному фестивалю. Уже сейчас, весной. По мнению гостей, в Ульяновской области как нигде больше развита детская составляющая. Ансамбль Додосова «Витаминки» известен на всю Россию. Как говорят гости, ульяновцев узнаем по гармоничному звучанию. В планах клуба не только проведение летнего фестиваля. Следите за новостями. Год будет интересный. Павел Половов, Юрий Ломатов, Улправда ТВ.